Всем привет, это Андрей, Australian Standard Education, и тема этого видео Post-Study Work Visa в Новой Зеландии. Для этого я позвонил нашему хорошему и доброму агенту Валерии Хирш. Она в Новой Зеландии, сейчас в Окленде. Задать ей несколько вопросов, как это все работает и как вы можете этим воспользоваться далее после учебы в Новой Зеландии. Валерия Хирш, это Licensed Migration Advisor в Новой Зеландии, поэтому вы всегда можете обратиться за консультацией. Привет, Валерия. Всем привет. Как ваши дела? Замечательно, мы всегда рады помочь, поэтому обращайтесь по любым вопросам, но сегодня мы поговорим о визе выпускника. Да, что же это такое? Потому что наши ребята очень часто спрашивают, сейчас все начали приезжать после ковида, и дальше грядет большой шквал заявок. Да, и правильно, что надо обратиться к специалисту, потому что политика визы выпускника непростая, она полна всяких деталей, и в этих деталях надо разбираться не только тем, кто закончил учебу, а тем, кто собирается учиться. Потому что виза выпускника по стадии ворк-виза напрямую зависит от уровня программы, от содержания программы и от длительности программ. Если наши студенты или будущие студенты или выпускники заинтересованы в самой длительной рабочей визе, это самая длительная виза дается на три года, и она открытая виза. Открытая виза – это замечательные условия. Человек может работать на любого работодателя в любой локации Новой Зеландии, в любом городе и на любых условиях по количеству часов и по зарплате. Привилегированная виза, поэтому если вы уже едете так далеко, в такую замечательную страну, как Новая Зеландия, и учитесь, то лучше выбрать ту программу, которая вам даст возможность максимально длительной открытой рабочей визы. Неважно, в каком городе, правильно, Новой Зеландии? Неважно, в каком городе учиться, неважно, на какой программе, если мы говорим о трехгодичной рабочей визе. И здесь мы фокусируемся на трех программах. Первая – это программа бакалавра «Три года», так называемая степень, седьмой уровень по новозеландской системе образования. Либо это мастерс девятый уровень, либо это PHD десятый уровень. Но программа должна быть закончена, и программа должна быть полноценная фулл-тайм, и студент должен учиться на ней, как полноценный иностранный студент. Вопрос. А программы, как вот были левел-семь одногодовые, да, у нас, они крайне были популярны до ковида, то есть к чему сейчас они приводят, как градиот диплома? Есть так. Программа сама осталась, студенты могут на нее податься, они могут на ней учиться, но по окончанию не все выпускники седьмого уровня, градуэт диплома или просто диплома седьмого уровня, не все смогут иметь доступ к подаче на визу выпускника. Ну вот, допустим, мы работаем с полным рядом Тепукенга, да, это сеть национальных политехников. Вот, полно, то есть в любой, в любом городе Новой Зеландии мы можем заинролить человека, и он у нас может учиться. Но чаще всего они предлагают все-таки vocational education training, это левел 5-6-7, ну, бакалавриат, ну, кто-то, как там Southern Institute of Technology, Invercargill, там они предлагают, в принципе, и магистратуру, но если все-таки это до бакалавриата уровень, какие у них шансы? Есть шансы, если выбрать программу, которая находится в списке GreenList, зеленый список. И это большая тема для следующего видео. Точно, да. Там больше деталей, как я уже вначале сказала, да, дьяволы в деталях. Что здесь? Скажи, пожалуйста, такой вопрос, то есть по StudyWork Visa, она дает возможность выпускнику, иными словами, суммаризируя, находиться в Новой Зеландии длительное время, в зависимости от того, на какой программе отучился студент. И, значит, дальнейшее, каким образом она дает к миграции, то есть к чему я даю, если студент захотел в дальнейшем иммигрировать, что изначально, о чем он должен думать. Вот у меня есть мысль, к которой я иду, я с тобой поделюсь. То есть что по StudyWork Visa, что выбор программы обучения, он, на мой взгляд, должен быть изначально, вот прям с самого начала продуман, то есть стратегический. Как ты считаешь, так это или нет? Да, обязательно. Обязательно, как любые важные события и шаги в нашей жизни, выбор профессионального и академического образования за рубежом, в другой стране, какая бы она красивая ни была, все равно надо продумывать заранее, чтобы знать риски, видеть возможности и оптимально использовать бюджет, чтобы инвестировать свое будущее, а не топтаться на месте и не делать ошибок. Поэтому надо обращаться к специалистам. Существует риск того, что студент приедет, неправильно выбрав программу, просто получит в лучшем случае короткосрочную какую-нибудь по StudyWork Visa, никаких шансов на дальнейшее зацепиться, это не приводит ни к какой квалификации, ни в GreenList, ни в каких-то других. Значит, в списках, которые есть, хоть начиная сначала, а деньги потрачены. В каких-то случаях, да, начинать сначала, в каких-то случаях что-то доучивать или до вкладывать деньги. То есть, если студент, мы об этом тоже отдельно поговорим, потому что с 9 октября иммиграционная служба Новой Зеландии опубликовала новые условия Skill Migrant Category, это виза на резидентство для квалифицированных иммигрантов. И там есть определенные баллы, опять же, за определенный уровень образования, за определенным опытом работы и так далее, и так далее. Если иметь в голове понимание, то есть есть тактика, а есть стратегия. Если у человека есть и тактические шаги, да, перед собой, и общее понимание стратегии, что со мной будет через год, через два, через три, и какой мой путь к виду нажительства не только для меня, но и для семьи. То тогда, естественно, можно сделать весь этот процесс максимально оптимальным. Надо не забывать, что у любой системы есть возрастной ценз. И даже если есть возможность потом что-то доучить, что-то добрать, то возраст вернуть крайне сложно. Точнее, невозможно. То есть, если мы говорим о взрослых студентах 40-50 лет, в Новой Зеландии можно поддаваться на вид нажительства до 55. Насколько я знаю, в Австралии этот срок короче. 45 лет. 45 лет, да? Да. То есть, здесь, в принципе, в Новой Зеландии были прецеденты, успешные прецеденты, когда студенты проезжали после 45, и были прецеденты в 52. То есть, до 55 еще есть возможность и отучиться, и получить баллы, и поддаться на вид нажительства. Но, что говорить, сроки будут сжатыми. В Австралии в некоторых категориях, таких как доктора, медицинские работники, есть возможность там designated area migration agreement, они там до 55 лет также там рассматривают заявки. Но, тем не менее, если смотреть на общую картину обстоятельств, то да, 45 лет. Мы, конечно же, всех адвайзим на то, чтобы поехали в нашу любимую Новую Зеландию. И к чему я, допустим, веду это, к тому, что если кто-то приходит заранее обратившись к нам, то мы спокойно, то есть мы, конечно, можем, вот на сегодняшний день хочу просто затронуть нам прекрасные условия дают на обучение там Окленд Институтов Стадис, дают они, в том числе, если с нами идете на основную программу, мы можем предоставить обучение английскому, в принципе, бесплатное, для того, чтобы потом зайти на основную программу. Вот, но это нужно смотреть и на изначальные, то, что есть данные у человека. Вот, но, тем не менее, мы, приходя, мы, я говорю нашим ребятам, которые сейчас смотрят, мы сразу же можем, не поленитесь, подготовить для вас какую-то дальновидную стратегию, которая приведет вас и к правильной пост-стадии ворквизе, и вы после окончания будете понимать, какие шаги конкретно вам нужно предпринять для того, чтобы, если вдруг вы соберетесь эмигрировать, мы никого не уговариваем, но очень многих людей возникают такие желания, то вы можете понять, что вы не просто так прошли этот путь, как, к сожалению, делают очень многие, кто не получил квалифицированный адвайз. Мы делаем профессиональный анализ, имея базу данных семьи или аппликанта, мы рассматриваем уровень образования за рубежом, то есть вне Новой Зеландии, допустим, в СНГ, в Европе, мы рассматриваем опыт работы, мы рассматриваем семейную ситуацию, мы делаем так называемый ассессмент за очень доступную уплату в 250 долларов, по сути, это вот, это просто новозеландских. Ничего, да, новозеландские доллары, причем эта сумма потом засчитывается в стоимость услуг, если мы берем дальнейший кейс. Это многостраничный отчет от индивидуального заказчика согласно текущим иммиграционным изменениям. Не забывайте, что как в Австралии, так и в Новой Зеландии законодательство постоянно меняется и даже если вы получили какой-то совет от друзей, от знакомых, от тех людей, кто уже приехал в Новую Зеландию, законодательство меняется и вы можете получить старую информацию. Не факт, что она будет актуальна, да. Не факт, что она будет актуальна. Частая ошибка клиента. И это ошибки и это затраты. Дорогие ошибки, да, Дорогие, к сожалению. Что ж, я хочу сказать, Валерия, спасибо большое, потому что общее понимание о пост-стадии визе понятно, то есть все зависит от выбранной программы и длительность этой программы повлияет на длительность дальнейшей вашей визы. Я предлагаю в нашем следующем видео продолжить по гринлисту побеседовать и так далее по вашей новой системе, которая как Skill Select работает, то, что с октября происходит. И буду очень признателен за следующие эфиры. Я думаю, это поможет нашим ребятам сделать выбор, прийти к нам и они поймут, что они не прогадают и в итоге они будут хотя бы находиться в полном понимании то, что они делают и какой их путь. И планировать правильно дальнейшие шаги. Вот что важно. Абсолютно верно. Спасибо большое за эфир. До скорой встречи. Да, хорошего дня. Пока-пока. До скорой встречи. Пока.